Аж ворота выбило. Напором идёт вода на Луговую. Маршанск, на видео облетевшем тамбовский сегмент соцсетей, видно, как талые воды текут по проезжей части и тротуарам. Местные жители обеспокоены, коммунальщики разбираются с последствиями. Похожие кадры накануне присылали и из Сампурского района. Сюда, сюда, в горы. Поворачиваем. Почувствовать себя в роли капитана корабля довелось и жителям областного центра. Командир, давай вот сюда. Вода пришла также в два села в составе Тамбова, Бокина и Покровопригородная. Это последствия подтопления приусадебных участков на первом садовом переулке в Покровке. Сдержать паводок помогли ночные заморозки. Вот сейчас в данный момент уже такой ситуации нет. Сейчас я просто уже успокоилась, потому что вижу, что она стала потихонечку ходить, вода. А когда вызывала, да, здесь было очень много воды, а у нас дорожка, что больше негде пройти. Ну вот, все было залито, все в воде. По сообщениям регионального управления МЧС, «Талые воды» добрались и до двух мостов между селами Казьмодемьяновка и Лысые горы в Тамбовском районе и между селом Мельгуны и рабочим поселком Мордова в Мордовском. Угрозы подтопления жилого сектора нет, эвакуации населения не требуется. Отметим, что больше всего обращений по поводу подтоплений поступило от жителей северной части Тамбова. В микрорайоне Радужная вода зашла в ряд домов. Глава региона Максим Егоров прокомментировал ситуацию. Здесь, конечно же, проблема не в том, что втайне снега. Здесь проблема старая, застарелая и неправильном планировании в свое время территорий. Когда мы начали застраивать новую территорию на севере, строили дороги, но почему-то не делали ливневую канализацию. И поэтому, получается, или дороги находятся выше, чем земельный участок, который люди бы купили. По инициативе главы региона создан оперштаб по ликвидации последствий паводка. Максим Егоров подчеркивает, что городские службы в Тамбове в круглосуточном режиме занимаются откачкой воды. Обстановка в других городах и районах, попавших в зону подтопления, по словам руководителя области, также под контролем. Главы районов вместе с руководством МЧС области у нас отчитываются практически о режиме онлайн. То есть, так у меня отчет в 9 утра, в 9 вечера. Но в течение дня, вот вчера я со многими главами разговаривал. Сам вчера объезжал различные участки, смотрел. Большое количество обращений граждан. Я хочу всех успокоить. Да, ситуация тяжелая. Ситуация такая не только в нашей области. Такая же ситуация в Воронежской области, в Тульской области, в Саратовской области. 500 населенных пунктов уже подтоплено. Ситуация тоже ухудшается. Поэтому вот такие у нас капризы природы. Не надо подать панику. Быть максимально собранными. И в случае необходимо звонить по телефону 112. За помощью по телефону 112 можно обратиться круглосуточно. Также работают дежурные управления ГИБДД региона 8 4752 53 40 67. Тамбовчан призывают сохранять спокойствие и предупреждать близких и знакомых, которые могут находиться в пути или на дачных загородных участках, о том, что для движения временно закрыты несколько дорог. Полный список есть на сайте МЧС. Юлия Савушкина, Полина Болотова, Олег Осипов, Илья Тырсы, Евгений Мещеряков. Область новостей.